А тут-то у нас, кажется, где-то... Ага, гриль он едет. Вот что в плюс и кайф в конце боя, так это вот арту выносить. Честно. Ну это ж никто не подсвоит. Наслаждения просто нереальные. Всем, кто умеет смотреть и слушать, всем привет. Подпишитесь на канал сразу, пока не забыл. Поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик. Это самое главное, чтобы не пропускать видео. А мы будем начинать наш видосик. По названию видоса понятно, что я буду все-таки играть на ОИ. И между прочим, я лично не пойму, почему все люди играют на ОИ с фугасницей. Она в принципе была не актуальна, на мое личное мнение, даже тогда, когда до обновления 1.13. С выходом этого обновления она совсем стала бесполезной. Для меня лично бесполезной, я играл на ней. Ну, пробить я толком никого не могу, только в борт. Все, больше никуда. Тут я подъехал на обычный перевалочный пункт. Ну, как пострелять, так сказать. Выехал, кажется... 5, 3, 4, 8, 5. Естественно, я не попал. Можно не забыть. Там начинает КВ, арта, как обычно. Хелкат получил. Его сейчас доберут. Бам! Там КВ-2 не хочет выезжать. Ага, тут еще ПЗ-шка. Арта, как обычно, накидывает. Этот звук у арты, конечно, интересный. Добавился. Я играл до этого боя, правда, не записал. Интересный момент. Тоже играл на ОИ. И вот, при этом выстреле, когда этот выстрел у арты, он слышен сейчас эхом. Раньше такого не было. Сейчас добавлю этот выстрел у арты, эхом у меня. И можно уклоняться, в принципе. Особенно, если ты там на шестом уровне. Шесто-пятый уровень возле тебя. Можно ездить вперед, назад, вперед, назад, пока они там будут прицеливаться. Здесь у нас КВ-шка выехала, получила с поджогом. И опять-таки арта кидает. Ничего не поделаешь. Приходится как-то так... Подстраховываться... Всевозможным рельефом этой карты. Какой вообще только есть. Он опять полетел. Ну, ее слышно, когда она кидает. Вот что интересно, для чего они сделают, это, конечно, я не знаю. Может, чтобы именно слышать ее. В случае чего не стоять, а двигаться. Вот этот вердолобый тоже. Тут у нас где-то еще КВ. А, вон КВ. Затерявшись. Арта вообще накидывает наше, а никак не может накидывать нормально. Хоть 67-го помогает. Сдалеко уже хоть что-то. Здесь интересный момент будет. Вот, Т-34 выехала. Я не знаю, чего она хотела добиться, но ладно. Зачем она сделала потом ошибку? Не пойму. Она бортом пыталась оттанкануть. Таким образом. Подставившись полностью в жопу. КВ-шка меня пробьет. Я попытаюсь в Гусливу поставить. Естественно, Еще у них получил КВ. Сейчас уезжает Т-34. Но Т-34, к сожалению, забирает. Другой. Оппонент. К большому сожалению. Вот, возможно, если я забрал бы Т-34, мне бы дали войну. Арта опять кинула. Не попала. Звук, конечно, интересный в арте. Ничего не скажешь. Здесь сейчас Т-34 будем вбить. Бить будем, твердолобого. Вот обычная фугасница. Во-первых, я бы не свелся бы так бы измельчать. Но это наносит нормально. И пробитие у нее в 175, кажется. Неплохо таки накидывает. Нормальная перезарядка. Что на ней не играть, не понимаю. Мне на этой нравится больше пушки играть. Получится стоковая она. Отличная. И снаряды нормально летят. Здесь он Т-34 начинает получать по щам. Выполнил задание. Это, конечно, прикольно. Если бы еще разбить урона. Столько же, наверное. Не успел. Бывает. КВ-2 впереди. А там арта вовсю набрасывает. Здесь, конечно, я не пойму, почему я не начал стрелять сквозь дом. Там есть, где прокинуть. Что-то начал за ним ехать. Было очкован. Кидай не хочу. Чего я за ним поехал? Вообще не помню. Слева эта четверка стоит. Получи, пожалуйста, как называется. Ладно. Тут уж свои какие-то нюансы есть. Всем они без реха, скажем так. Ну да, с моей скоростью назад я просто успею. Ну, это понятно. Три-четырку забрали, уже проще. И у нас счет 9-10. Арта по-прежнему. Расстроена таким счетом. Дальше набрасывает. Надо что-то делать, правильно? Сейчас опять кинет. А нет, не у меня. А может, и у меня было. Там ПТ-шка выехала. Но, увы, я промазал. Они поняли, что у них безвыходная ситуация. И начали брать захватом. А тут-то у нас, кажется, где-то... Ага, гриль он едет. Вот что в плюс и кайф в конце боя, Так это вот арту выносить. Честно. Ну, это ж... Никто не подходит. Наслаждение просто нереальное. Вот, ух, вообще. Еще один КВ тут катается. Без надобности никому. Вообще никто его не стреляет. Все его боятся. О, пятерочка. Осечка. Сейчас будем прижиматься к КВ. Потому что я могу снять. Снять, как снайперу. Дробовика. Хе. А вот и подъехала тут пятерка. Швед, кажется. Получи. А, не, не, это не швед, это итальянец. Давай. Давай, получи еще. У нас осталась одна арта. Пятерых я завалил. Мое уважение. Да, конечно. Уважение. Короче, будем как-то переться к арте. Ну, я думаю, вы понимаете. К чему все идет. Да-да, именно к этому. Хрень я доеду до нее. Просто хрен. Там он летит даже. Твердолобый долетит на нее. Что там говорить тогда о 67-м? 67-й там, естественно, добежит быстрее. Но все равно твердолобый несется. Во все тяжкие. Вот, пожалуйста. Вот вам и арта. Вот только она двигается. Она успела спрятаться за бункером. Вот это, блин. Вот тут, может быть, конечно, да. Если фугасница была бы, может быть, и шанс попасть, как бы, краем бункера и зацепить ее, типа, река этим самым, осколками. Это тоже, мне кажется, что, ну, бред. Как-то раз я в этих камушках застрял, блин. На Т-29-м, то вообще был отдельный смешной момент. Ну что, момент истины. Все, закончился момент. К большому сожалению, мне, конечно, война не дали. Если бы еще война до купы дали, было бы вообще прекрасно. Ну, что у нас тут? Мастер. Заговоренный. Всякая, короче, война, майна. Ерунда. Да, да, основной калибр и стальной. Все остальное, это понятно. Насветил, конечно, двоих, но нанес уроном, блин. Просто немерено. Три тысячи триста одиннадцать для этой нефугасницы, скажем так. Пятерых завалил, тысяча четыреста двадцать один дали. Вот, будете знать, свыше тысяча триста двадцать один будет вам мастер. Шестнадцать выстрелов, тринадцать из тринадцати попаданий. И пробития, получается. Дали мне сорок девять тысяч. Ну, это с прем-аккаунтом. Ну, как-то так. Такой бы и получился. Ну, я лично очень доволен именно вот не фугасницей, а именно стоковой. Так что, всем советую. Субтитры сделал DimaTorzok